АМАМА 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 Всем привет мои любители 2D девочек и мальчиков. Недавно было лето, а вот уже осень. А нас она встречает как обычно новой калабной лимиткой, и даже не одно я сразу несколько. Но разговор будет об одной мадаме. Разрешите представить вам Аллу. Шестизвездочный специалист, так еще и тратмастер И как вы думаете, поверк рипнет ли она до роти? Конечно, сразу после того как вы удалите игру и аккаунт Ваш аккаунт был удален Блять, что ж, приступим к трейдам и талантам Трейд это легко, ставишь мины, враг теряет ногу Мины можно ставить там, где не занято врагом или союзным юнитом Вроде все так, но как бы не так У Эллы немного особые мины, и чтобы активировать их Нужно зайти в определенный радиус, чтобы она сдетонировала Или можно поставить мину возле толпы врагов И тогда они впитают один из выбранных эффектов По талантам Первый талант, используют мины, как банально Имеет сильно ограниченный запас мин, и возможность их размещения Ну и так же, как Дэллу убрать с карты или же она поймает масляну То она станет мин и бахнет как новогодний фейерверк Второй талант Ничего супер интересного С шансом наносит увеличенный урон А враги пораженные эффектами гром мин Впитывают стопроцентный увеличенный урон Теперь по скиллам Первый скил, при срабатывании, мина накладывает противникам замедление и понижение фейсерд с точность И нет, ваш хелагур с 75% уклонения не получает неуязвимость Это две разные механики Вот как это выглядит Или должно быть так Хезе, примерно это должно выглядеть как проверка в балдурке с помощью кости Могу зафактить, но в картинке присутствует ошибка Помимо того, что мина накладывает хороший дебов Сама Элла ничего от этого не получает Разве что мину раз в 20 секунд Второй скил, срабатывая мина оглушает противников в ауе радиусе на несколько секунд По факту все А при активной фазе скилла, Элла получает следующие эффекты Ставит щит, который увеличивает ее собственный деф И берет в руки дробовик, который режет ей дальность атаки Но дает плоский срез брони по врагам И сплэш при попадании по противнику По окончанию навыка дает одну минку При желании, может стать грозой и убийцей слагов Теперь изюминка вечного фрагила Третий скил При срабатывании, мина накладывает все то же замедление И хрупкость на противников в радиусе поражения Неплохой фрагил Теперь активка При активации скилла, Элла получает 40 патронов жесткого прогиба И плюс к скорости атаки Также держит фокус по целям пораженной гром мины По окончанию действия скилла, получает 2 мины Колоссальный физический урон под фрагилом Уже страшно совмещать с другими оперативниками А на последних уровнях прокачки Противника можно держать под замедлом плюс амплифаем больше 25 секунд Разве что если это не какая-то там Тереза, стоящая АФК То ее держать вообще не стоит Теперь о модуле Страшная штука С первым уровнем прокачки Эллу мины можно ставить куда угодно Однако, ставить на запрещенные клетки все еще нельзя Выдыхаем Ну а второй и третий уровни Это повышение урона у второго таланта Больше всратого урона от 50% пожалуйста На этом интересности модули заканчиваются Теперь чуть больше по механикам Механика минок забавная Ведь минки триггерят не квадратную площадь и округлую Ну и также Радиус срабатывания и радиус поражения мин разный Но кому-то будет без разницы Ведь при наличии модуля Ее можно вкинуть в толпу врагов Первый скилл Является некой забавной механикой Я уже молчу о возможности впихнуть ее куда угодно Ну и по поводу понижения арцифис точности Как я уже сказал Пропущенные атаки врагов Из-за эффектов уклонения Срабатывают отдельно от пропущенных атак Из-за снижения точности Это две разные механики И не стоит их ставить в один эффект По итогам Элла является достойным вложением Как очередная колабная лимитка Ну и зачастую Ее ресурсы нужно использовать с умом К огромному сожалению Сейчас не каждый евроигрок понимает О чем я говорю Таланты и скилл сет сильный Но как по мне Больше всего будут использоваться Второй и третий скилл Хотя второй тоже такой себе выбор Если есть ауэшеры А первый это чисто попшикать во врага песком Что касается модуля То тот напрочь делает из нее подобие псевдо танка При использовании второго скилла Напрочь поломанная херня Плюс Мина ставить на риндж клетки Тоже надо было додуматься А если узать третий То я ловлю альцгеймера Прокачку скиллов можно начать с третьего И закончить первым Модуль максимально важен Качаем его по накоплению траста Что могу сказать Играть в радугу не стоит Но играть в арку с калабными персонажами можно На этом все Спасибо за просмотр Всем удачи с Гачи И всем приятной игры До свидос Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok